МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямой эфир на канале Россия-1 продолжает программа Вести Хакасия. В студии Анна Ахпашева. Здравствуйте. И далее коротко о главных событиях дня. Чувствуете себя как дома? Хакасия готова приютить эвакуированных из затопленных районов Дальнего Востока. Достоин награды в Туиме сотрудники МЧС поблагодарили подростка, спасшего из огня родных. Удивили весь мир тяжелой атлетки из Сарагаша. Триумфально выступившие на чемпионате в Америке вернулись в республику. Хакасия готова принять эвакуированных из пострадавших районов Дальнего Востока. Сегодня эта тема обсуждалась в правительстве. В помощь затопленным регионам жители Хакасии собрали уже более 13 миллионов рублей. И деньги продолжают поступать. Но кроме материальной помощи, республика готова приютить пострадавших на своей территории. Сегодня этот вопрос обсуждали в правительстве. На данный момент Хакасия может принять 315 человек. Речь в первую очередь идет о детях и пенсионерах. По словам министра образования Галины Салата, ученикам в школах и детсадах забронированы места. Эвакуированных ожидают уже в конце сентября. Республиканские власти призывают и местных жителей не оставаться равнодушными. Мы хотели бы обратиться к населению. И те, кто готовы принять семьи из потопленных территорий, мы будем очень признательны и благодарны этим людям. Тем временем, накануне Виктор Зимин на встрече с представителем железной дороги решал вопрос отправки продовольствия на Дальний Восток. Будет питьевая вода, мы готовимся, Владимир Павлович, в пределах минимум тысячи тонн отправить фуража на сельчанам, потому что еще нужно будет посмотреть, в какие сроки фураж отправлять. Они сейчас не готовы его принять, потому что мы не хотим. Да и мы еще не убирали, но через две недели у нас уже пойдет поток. Поступок достойный государственной награды. В Туиме накануне чествовали подростка, спасшего на пожаре троих человек. Главе Ширинского района рекомендовано подготовить наградные документы. А чтобы лично выразить признательность Сергею Иванову, в Туимскую среднюю школу почти в полном составе прибыло руководство МЧС России по Хакасии. В составе этой делегации была и наша съемочная группа. Трагедия произошла 25 августа около 7 утра. Сергей вместе с младшим братом и сестрой гостил у дедов Шира. В воскресном утром в этом доме все крепко спали. По словам очевидцев, пожар начался с веранды. Старый, сухой, пламя моментально охватило строение. Дым там сразу во всем доме был. И огонь уже начался. Бабушка просто закричала, что пожар. Путь к спасению через входную дверь был отрезан. Парнишка не растерялся. Выбил вот это окно и начал передавать на руки соседям. Сначала трехлетнего братишку, потом годовалую сестренку, а затем помог выбраться из дома своей прабабушки. Пожилая женщина не смогла это сделать сама. Недавно она перенесла тяжелую операцию. Надышавшись ядовитым дымом, Сергей выбрался из дома в полуомрачном состоянии и попытался вернуться. Ведь там остались его бабушка и дедушка. Когда пожарные расчеты потушили открытый огонь, в помещении были обнаружены их тела. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки. То есть дом 36-го года постройки, проводка менялась в 60-х годах. И если в доме еще проводка менялась, то на веранде она как была построена, так и была старая проводка. Рассказать о мужественном поведении Сергея во время пожаров, то им приехало практически все руководство главного управления МЧС России ПАГ России. Генерал-майор Кирсов на общей школьной линейке вручил парню благодарственное письмо и мобильный телефон. У нас даже когда те люди, газодымозащитники, которые входят в пламя, для того, чтобы сориентироваться и принять какие-то меры по эвакуации, это те люди учатся целый год, а потом только их допускают к выполнению этой работы. Сам пацан сделал вот это самое, которое не проходя обучение. Поэтому для меня это практически героический поступок. В ближайшее время Сергея Иванова могут представить их государственные награды. Главе Ширинского района рекомендовано подготовить документы и ходатайствовать о награждении 15-летнего мальчишки медалью за спасение погибавших. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, Твести Хакасия. Хакасия встретила чемпионок мира по пауэрлифтингу. Новые грандиозные победы привезли девушки из села Сарагаш Багратского района. Даниила Колесник и Людмила Степынина в конце августа затягались с лучшими силачами со всего мира среди юниоров. Чемпионат проходил в Америке в штате Техас. Первую победу в копилку российской сборной принесла 14-летняя Даниила Колесник, установив мировой рекорд сразу в трех дисциплинах. Через несколько дней успех повторила и вторая наша землячка Людмила Степынина. В своей весовой категории до 63 килограммов она также стала лидером. В итоге национальная сборная первая в командном зачете. Конкурентка у меня была одна из Украины, девочка. Я очень сильно волновалась, так как знала, что у нее отрыв от меня был на 20 килограммов. И как, она ехала туда, она уже знала, что она едет побеждать. Я ехала как-то на третье или на второе место. Но тренер-то уже знал, что она первая. Тренеры так и сказали, центр пауэрлифтинга смещается в сторону Сарагаша. Потому что с одной командой два первых места, по-моему, это такое у нас. Сегодня спортсменок и их знаменитого тренера Анатолия Карабонцева чествовали в Абакане возле памятника Ивану Ярыгину. Это новая традиция для республики. Именно на этой площади теперь будут отмечать самые значимые победы в спорте. Собственный дом через сто лет после открытия. Национальный театр имени Алексея Топанова, созданный еще в 1931 году, сегодня получил надежду обрести отдельную крышу над головой. В Абакане состоялась торжественная закладка первого камня в строительство. Константин Кравцов подробнее. Начало рождения национального театра проходит не иначе, как по национальным обычаям. Старейшины-труппы вместо первого камня, по хакасскому поверью, закладывают тесто. Глядя на пустырь вокруг, можно лишь представить, в стенах какого здания предстоит играть актерам. Много, как вы видите, стекла, много возможностей осветить помещение внутреннее, поэтому внутри будет достаточно светло. Даже если взять вот в задней части, здесь тоже мы видим стекло, там будут помещения, где будут готовиться большие декорации для спектаклей. Зрительный зал рассчитан на 300 человек. В здании будет одна сцена, естественно, множество гримерок и хранилищ для костюмов. Мои аксакалы, которые ушли в мир иной, на небеса, они мечтали свой театр иметь, свой дом иметь, свои гримерки, чтобы все свое было, как обычно, а не то, что два театра в одном театре. Это очень тяжело. Впрочем, сейчас идет стадия согласования проекта и, возможно, чертежи будут меняться. Уже в марте должна быть установлена смета. В общем, в правительстве считают первому зданию хакасского национального театра быть. Не пропустите главного. Увидимся!